Отлично. Осень – это хорошее время для того, чтобы собирать урожай. Осень – это шикарнейшее время для онлайна. Сейчас начался сезон в онлайне. Все вернулись с морей, океанов, со своих чудесных дач, с грядок. Детей отправили в школу. И сейчас начинается сезон онлайна до Нового года. Ирина пишет из Междуреченка плюс 16, Башкирия плюс 10. Отлично. Смотрите, какая у нас огромнейшая география. Поехали. Сегодня расскажу я вам про нашу большую пирамиду, про наш большой лохотрон, который вот уже 11 год дает людям финансовую свободу. Который вот уже 11 год этот лохотрон платит людям деньги. Вот. Поэтому не поддавайтесь на провокации. Лохотрон – есть лохотрон. Но, как говорится, всем бы такой лохотрон, который платит деньги. Вот. Поэтому хочу в трех словах рассказать о нашем сообществе. Наше сообщество организовано запустилось, вернее, в 2013 году, 15 января. Идейный основатель нашего сообщества Дмитрий Васадин. Он долго думал. Этот человек уже давным-давно финансовый, свободный человек. Давным-давно решил все вопросы с деньгами. Вот. Юлия пишет, не могу зайти. Значит, надо выйти и зайти. Поэтому, возможно, да, правильно, перезагрузите телефон, либо просто выйдите и зайдите. Вот. Еще с 2006 года по 2011 Дмитрий Васадин только думал, думал, как создать такое чудесное сообщество, где у людей все хорошо. Потому что, рождаясь в этом мире, мы вынуждены жить в системе, которая уже существует. Которую создали, в кавычках, сильные мира, сия, да. Вот. И мы вынуждены в этой системе жить. Все вы знаете, что у каждой страны есть внешний долг. По сути, это говорит о том, что каждый человек уже рожден в долгах. Вот. Долг перед мировой финансовой системой. Вот. Сейчас мы живем в эпоху глобальных перемен, друзья мои. Мир нестабилен, и нестабильность это просматривается на каждом шагу, да. С одной стороны, включите телевизор. Что мы с вами увидим сейчас, сегодня? Не будем говорить о том, что было, что будет. Но просто давайте, просто чуть-чуть, вот пять минут я поговорю о том, что сейчас есть. Очень интересно, да. Вот кто уже успел присоединиться к нашей, тот услышит. Перед тем, как я начну рассказывать про наше сообщество и наши финансовые возможности. Вот. Кстати, те, кто, как говорится, досидят до конца, те узнают, во-первых, очень широкую информацию, да, ту полную информацию, раз и навсегда, да, прослушав которую, вы врубитесь, кто мы, что мы, для чего мы здесь сегодня собрались. Вот. И в конце я расскажу определенные лайфхаки, стратегии, особенно это будет для новых участников очень интересно. Вот. Поехали. Значит, включаем телевизор сегодня. Что мы видим? Мы видим патриотические новости, мы видим события с СВО, да, мы видим призыв людей к патриотизму, да, но это я беру Россию, допустим, да. Потом, параллельно с этим, параллельно с этим, центральный банк выкладывает, грубо говоря, на рассмотрение закон об электронном рубле. Что такое электронный рубль? Это технология CBDC, технология, по сути, федеральной резервной системы, через мировой валютный фонд, эту технологию через все центральные банки, по сути, это часть мировой финансовой системы, да. То есть, с одной стороны, идет патриотическая волна за, там, не знаю, освобождение, и мы воюем с НАТО, уже как бы типа, да. А с другой стороны, центральный банк лоббирует принятие закона об электронном рубле. А электронный рубль – это технология тех же, можно сказать, НАТО или западного мира, да. То есть, смотрите, какой диссонанс идет полностью. И с третьей стороны, уже посол России раздает всем участникам БРИКСа уже новую валюту. Смотрите, какой диссонанс, прям, идет, да. Это не просто многоходовка, это несколько уровневая многоходовка. И мы реально, ну, не понимаем, что происходит по-настоящему и к чему это все приведет. Поэтому, дорогие мои друзья, поздравляю вас с жить в эпоху глобальных перемен. Поэтому в ближайшие пять лет стабильности даже не ждите. С одной стороны, говорю, внедряют одни технологии, с другой – другие, с третьей – третьей. И неизвестно, что к чему приведет. И, как всегда, мои хорошие, вот запомните, при любых катаклизмах, при любых, не знаю, противостояниях, при любых потрясениях всегда страдает простой человек. Все банковские картели, все, там, не знаю, политики, все высшие эшелоны бизнеса, не знаю, там, власти всегда найдут запасной аэродром, всегда будут у них ресурсы, чтобы пересидеть где-то, либо что-то где-то переждать. А у обычного человека такого нет. Поэтому всегда монета, монета, которая расплачивается, как бы страна за потрясение – это жизни обычных людей. Поэтому, мои дорогие, настраиваемся на эпоху глобальных перемен. Возможно, кое-каких потрясений. Ничего страшного в этом нет, просто идет перестройка, и мы здесь собрались, кстати, для того, чтобы помочь друг другу эти времена пройти намного проще, легче, веселее. Вот, поэтому, и пойдем дальше. Что у нас интересного? У нас интересного то, что у нас есть чудесное сообщество, которое организовалось больше 11 лет назад, идейный основатель нашего сообщества Дмитрий Васадин, который только 5 лет думал. Дорогие мои друзья, вы знаете в этой жизни из вашего окружения человека, который способен 5 лет думать об какой-то идее и потом приступить к ее реализации. А потом еще 11 лет реализовывать эту идею. Вот у вас есть в окружении хотя бы вот такое, хотя бы один человек? Я сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь. Поэтому, если есть, то вам реально повезло, что такие интересные, я бы сказал, великие люди есть в вашем окружении. Но, как правило, это единицы, реальные единицы. Вот. Поэтому, что такое сообщество? Наше сообщество. Это объединение единомышленников, которые объединились для того, чтобы помочь друг другу в нашем финансовом мире и иметь стабильный пассивный денежный доход в том числе. Потому что только высвободившись от финансовой зависимости, мы можем по-настоящему быть свободными людьми. Вот. Сейчас мы живем в такое время, мы сейчас живем в такую эпоху. В эпоху, да? В эпоху религии денег, в эпоху золотого тельца, можно сказать так, да? Когда деньги – это все. У тебя есть деньги, ты бог, у тебя денег нету, ты никто в этой жизни. Поэтому деньги поставлены сейчас в культ. На них все молятся, на них все, как говорится, концентрируются. И пока этот вопрос не будет закрыт, у вас не начнется настоящая жизнь. Настоящая жизнь – это тогда, когда вы не думаете о деньгах. А не думаем о деньгах тогда, когда они есть. То есть деньги можно победить двумя способами, как я уже говорил. Первый способ – это полностью от них отказаться, уйти в тайгу и сказать, что я буду жить спокойно, природным образом. Но в связи с тем, что многие из нас живем, мы в цивилизации, в цивилизации нет другого способа, как деньги победить деньгами. Вот, клин, клин нам вышибает, и поэтому мы здесь собрались сегодня для того, чтобы деньги победить деньгами. Вот. Для того, чтобы это сделать, уже 11-й год наше сообщество разработало целую финансовую инфраструктуру. Глобальная задача нашего сообщества – создать внутреннюю экономику. Внутреннюю экономику, которая полностью выведет нас без потрясений, мои хорошие, без потрясений в параллельный экономический мир, можно сказать, где у нас все хорошо. В связи с тем, что мы сейчас зависимы от денег, значит, надо создать параллельную реальность, онлайн-сообщество, где мы все децентрализованы, но мы все помогаем друг другу, и у нас все хорошо. Хорошо. Именно эту идею и стал реализовывать Дмитрий Васадев. И за эти 11 лет организовано, реализовано проектов на сотни миллионов долларов. Вот. Затрачено огромное количество усилий. Проведено очень много экспериментов, практически, в принципе, на самих участниках. И выработаны шикарнейшие инструменты, которые позволяют на данный момент иметь деньги всегда. Это те надежные инструменты, которые сегодня нам дают возможность справедливо перераспределять денежные средства за счет подтяжки дополнительной криптовалюты нашей карты и создавать себе пожизненные денежные потоки. Сообщество организовано не для того, чтобы зарабатывать на своих участников. Сообщество организовано для того, чтобы грамотно своим участникам дать доход. Деньги состоят из трех частей. Первое – это эмиссия денег или их создание. Все видели долларовую купюру и пирамиду вот этого, и вот глазочек вверху. Вот этот вот глазочек, всевидящее око – это как раз вот это вот око объединения людей, которые завладели печатным станком. В данном случае доллар. И в 1913 году появилась резервная система США через лоббирование законопроекта о создании нового, по сути, центрального банка, который принадлежит только частным банкирам, картелям частных банкиров. И с тех пор, вот уже прошло более 100 лет, это, я бы сказал, этот век ознаменовался просто глобальнейшими войнами, революциями, потрясениями. Если собрать все конфликты за эти 100 лет с момента создания Федеральной резервной системы США, то я вам скажу, что эти конфликты унесли, наверное, больше 100 миллионов человек только в нашей стране. А если по всему миру собрать, наверное, 200-300 миллионов человек минимум, минимум. Вот. Потому что нет более прибыльного действия, чем организовать войну. Вот. А потом, что очень полезно. То есть, смотрите, есть независимое государство, да? Очень просто делается. Организовывается война с этим государством. Государство слабеет, государство разрушается, приводится новое правительство, которое подконтрольно мировой финансовой системе. Дальше страну-то надо возрождать, да? Надо строить обратно разрушенную. Ее закредитовывают, и все, она уже находится в состоянии зависимости, и она уже никуда не денется. Все. И таким образом, каждую из стран в свое время организовали потрясение и закредитовали, и закредитовали. Законопроекты пролоббировали, и таким образом создалась мировая финансовая система. И каждая страна на планете Земля должна мировому валютному фонду огромные деньги. Есть хороший сайт, называется usadept.org, по-моему. Я потом вам скину этот сайт, зайдите туда, после презентации я скину вам сайт, зайдите туда и посмотрите. Там в режиме онлайна внешний долг каждой страны прям вот тикает, да? В зависимости от того, какие проценты у каждой страны. То есть вы увидите, насколько мир этот погряз в долгах. И поэтому деньги и средства обмена превратились в глобальный долг. В глобальный долг. Вот в таком мире мы живем. Рождаясь мы уже должны. Вот, поэтому Дмитрий Васадин придумал, зная все это, а это не преподают ни в школах, ни в университетах, ни где-то еще в учебных заведениях. Это только на практике в жизни, разбираясь в том, как устроена мировая финансовая система, сможешь разобраться. Разбираясь в этом, Дмитрий Васадин еще в 2006 году уже стал задумываться о том, что надо что-то делать. Себя-то он уже высвободил давным-давно, да? Он прошел специально все социальные слои общества нашего. От миллионера до бомжа, от бомжа до среднего, середнячка бизнеса, малый бизнес. Он полностью все прошел. Почему? Чтобы начинать понимать людей, как устроен этот мир. Как думают низкие слои общества, как думают средние слои там. Как думают миллионеры и так далее, да? Надо, чтобы взаимодействовать с обществом, надо понимать, как думает каждая из, можно сказать, прослоек, да? Вот. Поэтому было создано сообщество единомышленников и стало развиваться. Что у нас уже создано за эти 11 лет? Создана финансовая инфраструктура в виде двух фондов коллективного самообеспечения на российской площадке и европлощадке. Вот. Раньше у нас был единый фонд, но после СВО денежные потоки разделились. Мы остановились. Программисты наши разделили фонд. И, соответственно, в зависимости от места проживания и удобства пользования, наши участники разошлись либо на постсоветское пространство в рублях, либо на еврозону в евро. Вот. И дальше пошли развиваться. Дальше у нас есть два криптовалютных платежных сервиса. Шикарнейшие инструменты. Один тоже ориентирован больше на европространство, второй на рублевую зону. Дальше у нас есть облачный майнинг. У нас есть своя криптовалюта и каренси. Каренси, мои дорогие друзья. Заметьте, каренси, да? Каренси – это универсальное платежное средство. И каренси у нас уже есть пять лет. Пять лет, да? И мы сейчас видим, что МВФ через центральные банки проталкивает CBDC. Central Bank Digital Currency. Вот. Каренси всплыло. Все только баловались токенами, коинами на биржах. Все энтузиасты, да? А про каренси-то никто и не знал. Что такое каренси? Так вот, у нас каренси еще с 2018 года уже есть. Мы уже пять лет пользуемся. E-currency – это наша электронная криптовалюта. Универсальное платежное средство с очень высокой скоростью транзакций. Вот. Идем дальше. У нас есть E-currency – наша криптовалюта. Дальше у нас есть свой блокчейн. У нас есть своя нейросеть. И еще много-много проектов на стадии запуска и разработки. Были бы вы, мои дорогие друзья, готовы к этому. Вот. Поэтому пока поговорим о том, что у нас есть. Многие это освоить еще не могут, потому что нужно разбираться и понимать, что здесь целая финансовая инфраструктура. Именно поэтому мы говорим, у нас социально-экономический образовательный проект в виде нашего фонда. И когда вы с этим в него окунетесь, вы поймете, что в ходе взаимодействия с денежными потоками вы становитесь финансово грамотным человеком. Знание бесплатно к вам приходит, потому что вы просто начинаете разбираться и развивать свои денежные потоки. Поехали, дорогие мои друзья. Я перехожу в наш кабинет. Если вы еще не зарегистрированы, вы новый участник, то, пожалуйста, обратитесь к вашему пригласителю, тому человеку, который дал вам эту информацию. Если этого человека нет, в списке, в инициативе есть закрепленный бот постоянно в закрепе список лидеров. Можете выбрать любого, обратиться, и он удаст вам реферальную ссылку, и вы зарегистрируетесь. У вас будет иметь доступ к кабинету. Это вас ни к чему не обязывает, но у вас есть полный доступ ко всей информации. Захожу в свой кабинет, дорогие мои друзья. Имейте обязательно кабинет. Это доступ к информации. У нас 4 кликабельных красных ссылки. Первая ссылочка называется «Как создать денежный поток и эффективно им управлять». Нажимаю на эту ссылочку, и что мы видим? Мы видим описание наших денежных потоков. Внимательно все это читаем, смотрим, считаем и задаем вопросы вашему пригласителю и вашему лидеру. Поехали. Теперь, мои дорогие друзья, берем листочки, ручки и записываем. Сейчас я буду давать много информации. Это будут цифры, и это будет прикладная информация, которая завтра уже, а может даже сегодня, может давать вам реальный день. Первый денежный поток. Все наши потоки разновременные. То есть, что такое разновременные? Это означает, что время действия этого потока отличается. За счет этого идет очень сильная диверсификация. За счет этого в каждом потоке разные алгоритмы. И получается, вы полностью диверсифицируете денежные средства, которые постоянно в разных режимах, в разное время вам приходят в разном количестве. В зависимости от того, какой поток вы развили. Первый денежный поток – это супербыстрый поток. Это новинка, новинка, которая буквально скоро будет месяц. Это шикарнейшая новинка, которую мы уже все попробовали. Нам это очень понравилось. Это самый наикратчайший быстрый денежный поток. Супербыстрый поток работает 15 дней. Дорогие мои друзья, 2 недели и у вас уже доход. 2 недели и у вас шикарные проценты. Представляете, такие короткие инструменты у нас есть. Супербыстрый поток работает 15 дней. После чего можно создать новый такой же. Он открывается на номиналы 5 тысяч, 25, 50, 75, 100, 120, 250, 500, 750 и миллион. На эти номиналы открывается супербыстрый поток. Проценты у каждого номинала разные. Поэтому заходим в свой кабинет и смотрим. Я сейчас приведу вам небольшие примеры. Допустим, 5 тысяч. Вы делаете супербыстрый поток. Запускаете, активируете свой кабинет. Нажимаете на кнопочку «Начислить премию». И ежедневно 15 дней вы начисляете денежные средства. На 15-е нажатие кнопочки. Вы полностью забираете и ваши 5 тысяч, и плюс, соответственно, ваш доход. Вот. Поэтому на 5 тысячах доход будет 500 рублей. Вот. Давайте переключимся на 25 тысяч. За 15 дней будет доход почти полторы тысячи. На 50 тысячах доход за 2 недели будет 2800. На 75 тысячах будет доход за 2 недели 3750. На 100 тысячах будет доход 4400 рублей. Сейчас, дорогие друзья, у нас до сих пор еще есть акция. И она продлится до 10-го числа. То есть сегодня-завтра. Если вы успеете создать быстрый поток, супер-быстрый поток и быстрый поток, то e-currency система вам даст подарок. Преумножение идет за счет подтяжки криптовалюты e-currency. То есть мы делаем взнос, потом идем у себя в платежный сервис, приобретаем криптовалюты e-currency и подтягиваем к своему взносу. Это все смешивается. Начисляем мы каждый день и с прибылью выходим из программы. Все очень просто. И самое интересное, миллион, дорогие мои друзья. Представляете, вы, допустим, предприниматель. У вас там свой магазинчик. У вас миллион оборотных средств есть. И в 2 недели, если вы их выдернете, в принципе, ничего не поменяется. И миллион вам на пассиве даст 26 тысяч рублей. Представляете, да? За 2 недели, только нажимая кнопочку, только нажимая кнопочку, вы 26 тысяч рублей заработаете. А потом миллион снимаете и обратно возвращаете в оборот. Шикарнейший инструмент. Таких инструментов, скажу вам честно, просто раньше не было. Вот. Дальше. Второй денежный поток – это быстрый поток. Это был, первый был супербыстрый поток, а это быстрый поток. Быстрый поток работает немножко по-другому. У него временной промежуток 30 дней. Он немножко длиннее. Но в чем его хорошая особенность? Если в супербыстром потоке мы выводим денежные средства с прибылью только на 15-й день, то есть мы начисляем 15 раз, но только на 15-й день мы выводим денежные средства, то в быстром потоке мы выводим денежные средства, они уже у нас в доступе каждый день. То есть мы можем уже каждый день пользоваться этими деньгами, возвращая их в свою жизнь, либо в оборот. Многие наши участники, даже пропуская через них свои зарплаты, пенсии, стипендии, я, конечно, сторонник более классического способа. Я всегда говорю, используйте свободные деньги. Но наши участники, каждый решает сам, что ему делать. Быстрый поток – это особенная финансовая программа для тех, кто ориентирован на быстрый результат, позволяющий получить прибыль менее чем через месяц с момента начала участия. Поток создан, и можно их создать на фиксированную сумму. Внесенная сумма увеличивается за счет подтяжки криптовалюты e-currency. E-currency мы приобретаем в своих платежных сервисах. Это либо сберкасса на постсоветском пространстве, либо в еврозоне – это money storage. Выплачивается в течение 30 дней ежедневно равными частями уже с прибылью. Поэтому, дорогие друзья, быстрый поток – это шикарнейший инструмент. И регистрируйтесь, у вас будет доступ ко всем цифрам, ко всей информации. Размер взноса – 3 тысячи, 15, 30, 60, 90, 150, 300, 600 и 900 тысяч. Это номиналы. И соответствующая доходность. 3 тысячи принесет вам 600 рублей за месяц. 15 тысяч, 1800, 30 тысяч, 3300 и так далее. Посмотрите табличку. 900 тысяч вам за месяц принесут 45 тысяч рублей. И ежедневное начисление, ежедневный вывод средств. То есть при 900 тысяче, допустим, выплата в день составит 31 500 рублей. Итак, каждый день вы нажимаете, сняли 31 500 рублей, нажали, сняли 31 500 рублей, и оно у вас в платежном сервисе в прямом доступе. Все выплаты в быстром потоке во втором нашем денежном потоке доступны к выводу ежедневно. Обращаю ваше внимание, что в быстром потоке можно создать только один поток на каждый номинал, и по окончании работы этого номинала можно запустить такой же. Но до завершения работы этого номинала нельзя запустить второй такой же на этот же номинал. То есть вы не можете запустить два потока на 3 тысячи. Это быстрый поток. Вот. Стратегия, рекомендуемая по быстрому потоку, вначале создать поток на максимально доступную для вас сумму, а потом уже использовать полученную прибыль на создание меньших, на более прибыльных потоков. Таким образом, вы можете запускать с большого, все время опускаясь, меньше переливы, так называемые, параллельно запускать можно сразу несколько потоков. Допустим, если у меня свободный 150 тысяч, я захожу в быстрый поток, ежедневно начисляю 5400 рублей. И таким образом, следующий по номиналу вниз у нас будет 90 тысяч рублей. 90 тысяч рублей разделим на 5400 рублей. Это будет порядка где-то 16-18 дней. И у меня появляется возможность открыть параллельно второй денежный поток на 90 тысяч рублей. Я уже нажимаю кнопочки, и у меня начисляется 5400 плюс 3270. Итого у меня уже 8 670 рублей. 8 670 рублей ежедневно. И на следующий номинал 60 тысяч я могу выйти меньше, чем даже через 10 дней, мои хорошие. Смотрите, да? И у меня работать уже будет 3 потока. И на общее начисление ежедневно у меня уже будет практически 11 тысяч. И выходим на 30 тысяч денежный поток уже за 3 дня. И запускаю за один день еще 15, и еще тройку последнюю добиваем. Итого у нас параллельно работают сразу несколько денежных потоков быстрых, которые ежедневно начисления и ежедневно могут приносить вам хорошие быстрые деньги. Мы говорим быстрый поток, это деньги на каждый день. Вот такой шикарнейший инструмент. Идем дальше. Третий денежный поток – это ускоренный стартовый поток. Это тоже хорошая новинка. Это тоже хорошая новинка, которую мы уже попробовали. У нас был стартовый поток, он и есть, да? Но ускоренный стартовый поток – это модернизированный. Стартовый поток у нас тоже есть. Но ускоренный стартовый поток – это модернизированный поток, который работает быстрее, чем обычный стартовый поток. Ускоренный стартовый поток – самый выгодный. Вы одномоментно вносите сумму его номинала в четырехкратном размере. То есть, допустим, номинал 2000 рублей. Мы оплачиваем сразу 4 периода, такая оптовая оплата наперед. За счет этого несколько периодов нам идет в подарок и мы сразу выходим на самоокупаемость. То есть стартовый поток, он как работает? 3 месяца мы его кормим, потом 7 месяцев он нас кормит. А здесь мы вот эти 3 месяца, где мы его кормим, мы уже обходим и сразу начинается период, где уже стартовый поток нас кормит. Поэтому если мы выбираем номинал 2000 рублей, мы создаем поток на, проплачиваем 8000 рублей, то есть сразу 4 периода и выходим на, мало того, что мы получаем крутые подарки, так мы выходим сразу же на точку окупаемость. И следующее начисление у нас уже будет на сумму, превышающую номинал, то есть 2000 рублей. И таким образом стартовый поток обладает определенной особенностью. Мы должны его пополнять каждые 2 недели. Мы его пополняем, снимаем с прибылью, пополняем, снимаем с прибылью и вот так вот каждые 2 недели. То есть стартовый поток, как описано в вашем кабинете, заходите, читайте очень внимательно, это инструкция, да. Это не имеющая аналогов, инновационная финансовая программа, которая разработана специально для новичков, чтобы обеспечить им легкий, быстрый, максимально выгодный старт, а также обучить на практике всем нюансам работы системы фонда. Вот. Поэтому делая вот эти вот действия, вы, во-первых, зарабатываете деньги, во-вторых, вы учитесь. Ускоренный стартовый поток дает вам сразу быстрый результат после его запуска. Следующее начисление будет у вас сразу больше номинала. Также прибыль мы получаем за счет подтяжки криптовалюты и каренси. Ну и четвертый денежный поток – это как раз таки старт, обычный стартовый поток. Это тогда, когда 3 месяца мы его кормим, каждые 2 недели пополняем на 2000, а потом на 4 месяц нам уже система начисляет больше, чем номинал, тот, который нам надо пополнить. То есть, 2200, потом 2600, потом 2700, потом 3, потом 4, потом 4,5 и так далее, да? И так на протяжении 7 месяцев. То есть, если у вас открыты много стартовых потоков, они уже как снежный ком, снежный дождь начинает с вами литься, когда вы можете уже снимать начисления. Это такой долгосрочный инструмент, он работает 10 месяцев. У нас в фонде есть такое понятие «период». Период – это 2 недели. У нас 7 и 21 числа – дни вывода средств. Вот буквально 2 дня назад у нас был вывод средств. Все получали шикарные начисления. Вывод средств хорошо прошел. Все получили свои денежные средства на кошельки. Кто-то их вывел на жизнь, кто-то частично реинвестировал, чтобы развить свои потоки. Поэтому в любом случае фонд создан для того, чтобы деньги у вас были всегда и вы меняли качество жизни. Поэтому стартовый поток может быть создан на произвольную сумму, начиная от минимального номинала 2000 рублей. Потоки любого номинала работают на общем принципе. Это потоки с обязательным пополнением на фиксированную сумму дважды в месяц. То есть 10 месяцев – это 20 периодов. И каждые 2 недели или дважды в месяц мы пополняем свои стартовые потоки и снимаем также прибыль в 2 раза в месяц. В зависимости от суммы стартовые потоки отличаются процентом возможного пополнения за счет криптовалюты и каренсии. Таким образом делая наши потоки высокодоходными. По прошествии нескольких недель вознаграждение в стартовых потоках начинает превышать сумму регулярного пополнения. И процент ежедневных начислений будет немножко снижен, но тем не менее будет давать очень хороший доход. Обязательным условием, внимание, друзья мои, в стартовом потоке, в нашем четвертом потоке, обязательным условием получения вознаграждения является своевременное пополнение потока на фиксированную сумму. Если пользователь вовремя не пополнил стартовый поток, поток останавливается и будет запущен снова только после очередного пополнения. То есть мы сообщество свободных людей. У нас нет ни штрафов, ни пени, у нас нет ни каких-то наказаний, ни ничего другого. Вы не проплатили поток, он просто остановился и ждет вашего пополнения. Представляете, друзья, да? Дальше. Вы забыли нажать кнопочку. Кнопочка просто ждет вашего нажатия. Вы сами заинтересованы вовремя нажимать кнопку. Если вы не нажимаете, просто система ждет, когда вы нажмете ее. Тем самым у вас растянется чуть-чуть немножко больше период, допустим. Так бы вы за 30 нажатий кнопок за 30 дней бы себе начислили, а вы пошли в поход на 2 дня, допустим. И интернета у вас не было. И оно у вас за 32 дня, значит, будет. Ничего страшного в этом нет. В этом особенность нашего сообщества. Мы сообщество свободных людей. Здесь вы будете жить свободно, дышать широко своей грудью и улыбаться. Поэтому, потому что наказания у нас нет. У нас есть только поощрение за правильное действие, которые учат вас себе же зарабатывать деньги. Понимаете, да? То есть, кнута у нас нет. У нас есть такой большой, жирный, хороший пряник. Берем этот пряник. Пятый денежный поток – это растущий поток. Шикарнейший инструмент, растущий поток мы называем деньги на жизнь. Это именно тот поток, который может вам глобально изменить всю вашу жизнь. С этого потока люди любят получать большие выплаты. С этого потока люди любят покупать себе машины, квартиры, дачи и так далее. Это очень глобальный инструмент. От суммы зависит процент прибыли. Чем больше сумма, тем больше процент прибыли. Пятый денежный поток – это растущий поток. Это инновационная финансовая программа, прибыльность которой возрастает со временем. Сделанный взнос можно значительно увеличить за счет подтяжки криптовалюты и каренси, причем по курсу, который многократно превышает рыночный. То есть вы идете в Сберкассу, наш криптовалютный платежный сервис, по рыночному курсу покупаете. Сейчас где-то и каренси чуть меньше пяти рублей. Буквально в начале года и каренси стоил где-то около одного рубля. Представляете, да? Если бы в начале года вы бы на миллион купили и каренси, то сейчас вы бы смогли продать его за пять миллионов, заработав чистую прибыль без проблем. Таких возможностей в нашем сообществе тьма тьмущая. Поэтому, дорогие мои друзья, те, кто у нас разбирается, те, кто начинает понимать, как работает система, тот начинает видеть огромнейшие возможности. Возвращаемся к нашему пятому денежному потоку. Это растущий поток. При разумном соотношении снятия премии и реинвестирования растущий поток обеспечит вам постоянный рост вашего благосостояния. Как он работает? Мы покупаем по рыночному курсу и каренси, подтягиваем в свой поток и каренси по курсу, многократно превышающую рыночную. Сейчас наш фонд принимает у нас и каренси по 100 рублей. Мы покупаем за 5 рублей, а продаем фонду по 100 рублей. Представляете, да? В первый день на внесенную сумму начисляется 0,3% премии, а в дальнейшем премия ежедневно возрастает на 0,01%. В первый день 0,3%, 0,31%, 0,32%. А вы кнопочку нажимаете каждый день, 0,33%, 0,34% и так далее нажимаете, и он все у вас растет, 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 растет. Вот. Если же вы на день вывода средств полностью сняли деньги с растущего потока, то ваши начисления обратно откатились к 0,3%. И вы опять начинаете наращивать свой процент. Вот. Идем дальше. Идем дальше. Все вопросы, которые сейчас у вас появляются, записывайте, друзья, по окончанию презентации. Я дам вам возможность задать вопросы, и вы сможете, как говорится, быть в курсе того, что есть. По ходу изложения материала я отвечу на большинство ваших вопросов, поэтому записывайте и будьте внимательны. Дальше. Сумма криптовалюты и каренси, за счет подтяжки которой можно увеличить взнос, зависит от суммы пополнения. Минимальная сумма пополнения растущего потока – 1 тысяча рублей. Но рекомендую все-таки начинать с более крупных сумм, хотя бы от 5-10 тысяч рублей, тогда это становится более интересно. Это как раз тот инструмент, который из 10 тысяч рублей может превратить в поток 20 тысяч рублей, 50 тысяч рублей может превратить в 125 тысяч рублей, а миллион может превратить в 3 миллиона. Вот. Поэтому растущий поток обладает большой, великой силой. Дальше. Следующий инструмент это накопительный поток. Шестой наш поток, мы его называем наш пенсионный фонд, мы называем фонд стипендий, фонд деньги на будущее. Это тот накопительный поток, который может давать очень хороший доход, но на более долгом промежутке времени. Накопительный поток это поток без требования активности, который необходимо пополнять на фиксированную сумму ежемесячно на протяжении выбранного периода времени. От 3 до 25 лет по истечении периода накопления начинается период выплаты. Ежемесячное получение средств увеличено их во много раз благодаря подтяжке криптовалюты и каренсии. Сумма вознаграждения в накопительных потоках зависит от периода накопления и суммы создания потока. Чем больше и то и другое, тем больше приумножения ваших средств. И в вашем кабинете вы можете видеть всю эту табличку. Если вы еще не зарегистрированы, берите ссылку у вашего пригласителя. Если у вас нет пригласителя, вы выбираете в закрепе, чат-бот скидывает список лидеров. Любого лидера выбираете, ему пишите в личку и просите реферальную ссылку. Он вам скинет. И вы зарегистрируетесь, и у вас будет полностью доступ к вашему кабинету, где вы будете видеть все условия. И мы видим табличку с номиналами 1000, 2500, 5, 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей. И, соответственно, года 3, 5, 7, 10, 15, 20 и 25 лет. То есть это тот инструмент, который может 1000 рублей превратить в 5000 рублей через 3 года. После периода накопления у нас идет период выплат. То есть 3 года мы накапливаем по 1000 рублей и потом 3 года мы получаем по 5000 рублей. В 5 раз и так далее. Целая табличка с хорошими коэффициентами вы можете видеть в своем кабинете. Это, наверное, единственный поток, который требует от нас реально серьезной дисциплины. Именно поэтому в случае несвоевременного пополнения накопительного потока итоговая сумма вознаграждения будет уменьшена, а старт периода выплат отложен на количество пропущенных дней при очередном пополнении. Очень важно пополнять накопительный поток своевременно и получать максимальную выгоду. Поэтому многие используют накопительный поток как инструмент для создания своим детям хорошей стипендии на тот момент, когда они будут учиться. Себе на пенсию. Либо как бы 1000 это вообще ничего сейчас. Инвестируя 1000 на будущее, вы будете иметь пятерку. Как минимум, да, инвестируя большую сумму, будете иметь большую сумму, соответственно. 10 тысяч, если вы выбрали номинал 10 тысяч, вы 3 года по 10 тысяч пополняете свой накопительный поток. И еще 3 года после окончания периода накопления у вас период выплат. 3 года вам система даст 57 тысяч 500 рублей. 57 тысяч 500 рублей. Вот. Вы можете 3 года по 10 тысяч и получаете потом по 57 тысяч 500 рублей. Шикарнейший инструмент. Пользуемся и наслаждаемся, дорогие друзья. Дальше. Седьмой денежный поток. Записываем. Это лотерея. Это наша прекрасная лотерея. Мы говорим, это наш поток удачи. Денежный поток удачи. Это та вкладочка в вашем кабинете. Первая называется лотерея. И под ней сразу же большая красная кнопка. Называется правило лотереи. Нажимаем на нее и читаем. Внимательно читаем. Все для вас написано. Читаем, разбираемся. Огромнейшая возможность. Лотерея обладает большой... Во-первых, она беспроигрышная. Во-вторых, она обладает большой мощностью. Мы накопили огромные жирные джекпоты. Давайте я вас озвучу, чтобы у вас уже были интересно. Вам, чтобы у вас уже слюнки притекли. Это... У нас в лотереи три вида лотереи. Это классическая лотерея, синяя лотерея и золотая лотерея. В классической лотереи мы уже накопили за эти чуть больше полугода джекпот 6 миллионов 140 тысяч рублей. В синей лотереи мы уже накопили джекпот 20 миллионов 460 тысяч рублей. И в золотой лотереи мы накопили джекпот 30 миллионов 700 тысяч рублей. Поэтому те, кто выигрывает, сорвут джекпот, могут полностью за один день изменить свою жизнь. В прошлом году у нас многие срывали джекпоты. В этом году ситуация накаляется. Джекпоты растут. Кто-то да выиграет. Надеюсь, это будете вы, те, кто приобретут лотерейки. А эту же информацию можно узнать вот в этой красной кнопке посередине правила лотереи. Нажимаем на нее и читаем, что впервые в истории нашего сообщества беспроигрышная ежедневная лотерея 5 из 36. Дорогие мудря, это советская формула. Хорошая, если вы помните, в спорт лото было 5. Цифру надо угадать из 36. По уникальным правилам. Прежде всего, лотерея беспроигрышная. Если вы идете где-нибудь по улице, либо на почте, или еще там где-то, покупаете обычную лотерею, как правило, вы ее сомнете и выкинете, потому что она у вас не сыграет. Вот. И каждый раз, покупая такую лотерею, вы сами себе будете утверждать в своей голове, что я невезучий человек. Здесь же участвую, вы всегда выиграете. Сколько? Вопрос вашей удачи. Но выиграете вы всегда, поэтому участвуйте в правильных лотереях, которые не вносят вам неправильную установку в голове, которая потом влияет на вашу жизнь, а лотерея, которая поднимает вам настроение, и лотерея, с помощью которой вы всегда выигрываете. Итак, существует три вида лотов. Классическая, синяя и золотая. Лот классической лотереи стоит 100 рублей. Если выиграли два числа, вы получаете 30 рублей, выиграли три числа, 120 рублей, четыре числа, 2,5 тысячи, и джекпот, соответственно, забираете 6 миллионов. Синяя лотерея, цена 500 рублей, если выиграли два числа, 210 рублей забираете. Сразу же, причем, вот как только состоялся розыгрыш, а розыгрыш проходит каждый день, независимо от дня недели, даже в воскресенье, тогда, когда наши кнопочки в нашем фонде отдыхают от ваших нажатий. Представляете, у нас несколько сот тысяч участников, все вот каждый день нажимают кнопочки, да, она очень сильно устает за это время, и в воскресенье у нас кнопки не нажимаются, выходной день, и это время, когда наши программисты обновляют систему. Вот, но лотерея разыгрывается, лотерея участвует в розыгрыше даже в воскресенье. В 12 часов по Москве происходит розыгрыш. Синяя лотерея, цена билета 500 рублей, выиграли два числа, 210 рублей, выиграли три числа, 840 рублей, выиграли четыре числа, около 15 тысяч рублей, будет у вас сразу же выигрыш, вы сразу же нажмете, сразу же выведите себе в ваш платежный сервис, сберкассу, и вы сорвали джекпот, вы выиграли 20 миллионов копейки. И золотая лотерея, цена 1000 рублей, вот, выиграли два числа, это 450 рублей, выиграли три числа, 1800, выиграли 4 числа, 35 тысяч рублей, у меня очень много участников выигрывали 4 числа и забирали 35 тысяч рублей, и джекпот сейчас это более 30 миллионов рублей. Все джекпоты увеличиваются ежедневно до момента выигрыша, поэтому с каждым днем они все становятся все больше, больше и больше. Вот, и так далее, заходим себе в кабинет в эту вкладочку и читаем все правила лотереи. Их надо обязательно знать, потому что у вас появляются при участии в лотерея огромнейшие возможности. Вот, запомните одну простую вещь. У каждого человека в разный промежуток времени звезды, вы же не занимаетесь астрологией, вы же не знаете, как у вас там звезды, при которых вы родились, устроены. Так вот, иногда бывает так, что даже по вашему незнанию, ваши звезды, ваши звезды космические, которые вы родились, становятся в такую очень интересную конфигурацию, что у вас включается волна удачи. И вот дай бог вам мудрости, чтобы в этот момент у вас был куплен хотя бы один лотерейный билетик, чтобы было этой удачей через что материализоваться в вашей жизни. Не через спичечный коробок какой-нибудь удачливый, а через джекпот. Поэтому цена вопроса, как говорится. Цена вопроса той удачи, которая может материализоваться в вашей жизни и изменить вашу жизнь. Выбор, как говорится, за вами. Это седьмой денежный поток. Восьмой денежный поток. Это шикарнейший, любимый всеми денежный поток. Мы можем описание этого денежного потока найти в кабинете, нажимая на вторую ссылку. Называется «Вознаграждение за развитие проекта». Наш фонд не дает рекламы. Весь рекламный бюджет наш фонд распределяет в виде реферальных и командных бонусов всем активным участникам нашего фонда. Вот, поэтому мы идем от человека к человеку, от сердца к сердцу. Вы нигде никогда не увидите рекламы нашего фонда, поэтому мы развиваемся тихо, мирно, но очень надежно. Нажимаем на нашу ссылочку «Вознаграждение за развитие проекта» и видим описание нашего восьмого денежного потока. Это бонус за приглашенных, либо реферальный бонус. Реферальный бонус. После того, как вы стали участником системы взаимной финансовой поддержки нашего фонда, у вас появилась реферальная ссылка на проект. Вам выгодно отправлять эту ссылку своему окружению, можно сказать так. И ваше окружение будет регистрироваться в проект и становиться вашими приглашенными, либо рефералами. Каждый раз, когда кто-либо из ваших рефералов создат себе поток, либо пополнит его, или купит лот лотереи, вы получаете реферальный бонус. Размер реферального бонуса зависит от вида взноса, созданного вашим рефералом. Со стартовых потоков 3%, растущий поток 7%, накопительный поток 7%, лотереи, друзья мои, 10%, супербыстрые потоки 3% с первого потока данного номинала. Это быстрый поток. В быстром же потоке реферальные бонусы в денежном выражении не начисляются, но за создание первого на данную сумму потока вашим приглашенным у вас открывается дополнительный день начисления. То есть, допустим, у вас создан поток, давайте пример приведу, я вернусь в нашу табличку, во вкладочку «Как создать денежный поток и эффективно управлять» и нахожу табличку быстрого потока. Так, быстрый поток, вот она табличка наша. Допустим, у вас создан накопительный поток, ой, быстрый поток на 300 тысяч. И ежедневное начисление у вас 10700 рублей каждый день. Вы пригласили своего друга, партнера, не знаю, приглашенного, знакомого и показали ему, вот, у меня 300 тысяч рублей, я нормально нажимаю, снимаю. Он говорит, только я так же хочу. Он тоже заходит на 300 тысяч рублей. И вам вместо 30 нажатий кнопок добавляется плюс один день начисления. То есть, у вас 31 нажатия кнопки, а одно нажатие кнопки у вас ежедневный вывод 10700 рублей. И вот вам прилетел шикарный красивый бонус 10700 рублей, который вы можете вывести практически сразу с момента запуска денежным потоком вашего реферала. Идем дальше, возвращаемся в нашу вкладочку бонусы за развитие проекта, вознаграждение к нашему восьмому денежному потоку реферальный бонус. Вот, и таким вот образом вы можете запускать себе еще один очень хороший денежный поток. Вот, и запуская его, вы приобретаете себе стабильный, хороший денежный поток, который постоянно дает вам хорошую прибыль. И причем у многих очень часто на пассиве. Поэтому многие наши участники, понимая те возможности, которые дает наш фонд, ставят себе цель создавать команду. Поэтому занимается команда образования. И как только вы приняли такое решение создавать команду, то вам открывается девятый денежный поток или командный бонус. Мы еще его называем лидерским бонус, потому что вы становитесь лидером. Вот, это девятый денежный поток. Бонус за структуру, либо бонус лидера, называется командным бонусом. Так, это вид бонусов. Я надеюсь, вы себе чайка налили, плюшки положили, потому что я еще вам даже половину не рассказал, дорогие друзья. Поэтому записывайте, вот, и заваривайте себе чаек, плюшечки, печенюшки, пряники и вперед. Дальше. Бонус за структуру, либо командный бонус. Это вид бонусов отличается от реферальных тем, что вы получаете его не только от потоков тех людей, кого пригласили вы лично, но и от полностью всей вашей команды. То есть, лидерский бонус открывает вам глубину до седьмого уровня практически. Как только у вас появляется 10 рефералов с потоками любого вида, вы можете иметь право подать заявку на должность лидера. Хотите подавайте, хотите не подавайте. Пройдя соответствующее обучение и успешно сдав экзамен, вы получаете эту должность и все ваши рефералы становятся участниками вашей лидерской группы. С этого момента каждый ваш новый реферал, все приглашенные ваших рефералов и так далее, пополняют вашу лидерскую группу. Как лидер группы участников, в зависимости от вида потока, созданного участниками вашей лидерской группы, вы получаете от 2 до 5% от всех пополнений потоков всеми участниками вашей лидерской группы. А именно, за стартовый поток 2%, растущий поток 5%, накопительный поток 5% при его создании, супербыстрый поток 1%, быстрый поток 2%. Если участниками при этом еще и ваши рефералы, то учитывая ваши реферальные бонусы, вы будете получать от 9 до 12%. Шикарнейшие денежные потоки, дорогие мои друзья. И всего лишь за рекомендацию. Поэтому многие строят команды, многие рассказывают о такой чудесной возможности. Для растущего накопительных потоков вам открывается до седьмого уровня глубина, седьмой уровень 0,1% и поднимается до 5%. Стартовый и быстрый поток до шестого уровня, шестой уровень 0,1% и, соответственно, первый уровень 2%. От 2% 0,1 градация идет, соответственно, все это есть у вас в кабинете. Для супербыстрого потока открывается 3 уровня глубины, от 0,1% до 1%. Для накопительных потоков бонус лидера начисляется единоразово при создании потока. Вот шикарнейший девятый денежный поток – это командный лидерский бонус. Поэтому, если у вас есть хоть немножко нотка лидера, развивайте его, становитесь лидером и получайте этот шикарный денежный поток. Следующий денежный поток, десятый денежный поток – это поток, который открывает наш криптовалютный платежный сервис «Заберкасса». Заходим в наш криптовалютный платежный сервис. Сейчас я перехожу с сайта фонда на криптовалютный платежный сервис. «Заберкасса» – это платежная система. Это шикарнейший инструмент для хранения, для приумножения, для сбережения, для перевода, для того, чтобы вы расплачивались за что-то. Это многофункциональный кошелек, который позволяет каждому пользователю на планете Земля оплачивать покупки, переводить деньги, не раскрывая данных. Друзья мои, вот это внимательно. Такого нет нигде и ни у кого. Не раскрывая данных и другой личной информации. По сути, это анонимный платежный сервис. Этого нет нигде. Это децентрализованный анонимный платежный сервис с большим коэффициентом прочности, я бы даже так сказал. Также в кошелек внедрена партнерская программа. То есть это независимый проект нашего сообщества. Фонд сам по себе, «Заберкасса» – сама по себе. Европейский фонд сам по себе, «Монистораж» сам по себе. В то же время мы все единое, мы можем пользоваться всем. Понимаете, да? В том числе и всем остальным. Поэтому что нам дает «Заберкасса»? Это отдельный мир, это отдельные возможности. Первое, что мы можем раскрыть, это депозиты, которые дает нам «Заберкасса». Это как раз хороший инструмент для очень консервативных людей. Допустим, у вас есть такие люди, которые говорят, «Знаете, вот мне ваши потоки ни хрена не понимаю, и что-то как-то неохота даже понимать, да? Я вот понимаю, банк, депозит открыл, все, вы говорите, у нас есть депозит, вот такой депозит, проценты намного выше, чем в банке. И очень надежно, и никто не будет ничего знать, и никто вопросов не задаст. Попробуйте отнести в Сбербанк, там, 30 миллионов положить на счет. Вам столько анкет дадут, которые вы должны запомнить. Источник происхождения денег, история, откуда, что, почему, кто вы и так далее и тому подобное. Вы еще должны доказать этому миру и банковской системе, что вы не вор, не мошенник, не дебил, грубо говоря, докажи еще, да? Ты мало того, что ты свои деньги принес, которые ты еле зарабатывал, да? Кто-то даже полжизни зарабатывал, так еще докажи, что ты не дурак, да? Что ты не вор, что ты там не это, откуда ты ее взял, да? Здесь этого делать не надо, и никому не надо ничего доказывать. И проценты намного выше и надежнее, что самое главное. Я уже 6 лет в нашем сообществе, и ни одной копейки из платежного сервиса никто не смог вывезти. Конечно же, вот таких случаев практически не было. При одном условии, что вы сами не лоханулись и свои пароли не отдали мошенникам. Если, конечно, вы это сделали, то на данный момент, ну, это ваша вина. Надо менять пароли, учиться на уроках и идти дальше по жизни. Это наш информационный век, и вы должны уметь обладать навыками защиты своих аккаунтов. Это немножко другая тема для, как говорится, знаний, но всему этому научит вас, ваш лидер. Вот. Идем дальше. Депозит. Что дает? Депозиты у нас есть в рублях. Депозиты есть в долларах и евро, депозиты есть в криптовалюте. Все проценты в сберкассе у вас тоже все написаны. Давайте провалимся в рублевый кошелек и рассмотрим депозит в рублях. Проваливаемся в рублевый кошелек и видим, что написано депозит 22%. Я нажимаю на кнопочку создать депозит и пропишем сумму миллион рублей. Допустим, я очень консервативный человек, я не хочу какие-то потоки, я не приучен к потокам, я приучен к классике, НДС, надбавленная стоимость, я приучен к каким-то базовой банковской системе, которой меня приучили за прошлый век. Я закостенелый, я понимаю, что такое депозит, но я не понимаю, ваши криптовалюты непонятные. Для него шикарнейший инструмент – это депозит сберкассы. И что дает этот инструмент? Есть простой депозит, есть срочный депозит. Простой депозит, тогда, когда вы можете снять деньги, даже в коротком сроке, допустим, вы разместили депозит на 3 месяца, а после месяца вам срочно они понадобились, вы даете заявку на снятие денег, в этом депозите немножко процент будет ниже. Но вы можете досрочно снять полностью все ваши деньги, а срочные вы не можете, пока срок не закончится. Допустим, миллион рублей вы можете сделать, допустим, на 3 месяца. На 3 месяца с миллиона рублей даст чистую прибыль 27500 рублей за 3 месяца. Это 11% годовых будет. Да, 6 месяцев с миллиона рублей даст уже 16% годовых, и это будет 80 тысяч рублей. Дальше, 12 месяцев даст уже 18% годовых, и это уже будет 180 тысяч рублей. Дальше, ваш миллион на сберкассе на двухлетнем депозите даст уже 19% годовых, и это будет 380 тысяч рублей чистыми. Соответственно, 3-летний депозит на сберкассе даст уже 20% годовых, чем дольше, тем больше процентов. И это даст уже 600 тысяч рублей по кончанию депозитов. И, соответственно, 5-летний депозит даст вам 22% годовых, и ваш капитал увеличится как минимум в 2 раза. То есть миллион депозит принесет вам за 5 лет миллион 100 тысяч чистыми процентами. Итого, зашли вы на миллион депозит на 5 лет по 22%, а вышли вы с 2 миллионами 100 рублями. 100 тысячами рублей. Вот, такой шикарнейший инструмент, пользуюсь им для клиентов наших, для наших... Мы же становимся практически финансовыми консультантами, поэтому для ваших клиентов, я могу и так сказать, для ваших партнеров, которые очень консервативный, шикарнейший денежный инструмент. Берем, пользуемся. Это десятый денежный поток. Одиннадцатый денежный поток, друзья. Возвращаемся в нашу сберкассу, в наши кошельки. Проваливаемся опять в наш кошелек и видим такую вещь, как начисление ежедневных процентов на остаток на балансе. Под 7,47% годовых ежедневных. Ежедневно у вас там в вашем кошельке, если вы провалитесь, будет написано «История операции» и галочка стоять «Показать детально». Вы нажимаете на эту галочку «Показать детально» и у вас детальная раскладка. Ежедневно на остаток вашего баланса начисляется процент. Представляете, да? То есть даже если у вас 3 дня полежали там, не знаю, 10 тысяч, вам за 3 дня за эти начислили процент. То есть это шикарнейший инструмент, где вы анонимно, безопасно, очень надежно храните свои денежные средства. Поэтому здесь, в фонде, мы не боимся зарабатывать даже миллионы. Мы знаем, где их хранить. Мы знаем, где они должны быть. И сколько нам надо на жизнь, столько мы выводим отсюда. А все остальное хранится под хорошие, очень хорошие проценты. Дальше. 12-й денежный поток. Это реферальная программа Сберкассы. Реферальная программа нашего криптовалютного платежного сервиса. Реферальная программа у нас 7-уровневая. Вы также можете строить здесь свою команду. И практически вы становитесь партнером. Партнером онлайн-банка, нашего банкинга. Где у вас еще есть возможность стать партнером банкинга? Вот практически сейчас. Это маловероятно. Именно поэтому в Сберкассе эта возможность есть. Начиная от 25% от комиссии ваших приглашенных в криптовалютный платежный сервис Сберкасса, вы получаете с первой линии 25% от комиссии ваших рефералов. И так далее. Процент снижается до 7-го уровня. С реферальной программой вы также можете ознакомиться со всеми таблицами, процентами, обратившись к вашему лидеру. Поэтому если вы еще не зарегистрированы, обязательно регистрируйтесь. У нас вы видите шикарные возможности, которые дают наши проекты, нашего сообщества. Идем дальше. 13-й денежный поток, друзья мои. 13-я возможность – это майнинг нашей криптовалюты и каренсии. У нас обычный майнинг. Мы можем купить майнер разной мощности за разную стоимость. Загрузить туда из майнинг сторожа токены, приобретя их. И наш майнинг выдаст нам, переработает нашу и каренсии. А нашу и каренсии мы можем использовать в своих денежных потоках, либо продать ее на внутренних биржах. Внутренние биржи у нас есть как в Сберкассе, так и в майнинг сторожа. Можно их активно использовать для того, чтобы приобрести, либо продать какую-то из криптовалют. Вот, поэтому майнинг очень удобно использовать. Задавайте вопросы вашим лидерам. Это очень хороший инструмент для создания нашей криптовалюты и каренсии, которая в цене постоянно растет. И создание самим майнинг очень дешевое. Поэтому рекомендую воспользоваться возможностями этими и купить хотя бы для начала маленький майнер. А там дальше вы со всем разберетесь, подумайте, что с этим делать. Дальше. Четырнадцатый денежный поток. Это взять вашу намайненную криптовалюту и каренсию и продать ее на бирже в Сберкассе, либо в майнинг сторожа. У многих наших участников, когда еще давным-давно стартовал майнинг, многие покупали. И так же, как и я в свое время купил. Потом еще докупил майнинг. Появится дополнительная возможность. Я не буду знать, куда деть деньги. Я еще куплю майнеры. Это хороший источник дохода. Даже когда какие-то потрясения, майнинг всегда работает. Всегда и каренсии можно где-то продать на внутренней бирже. Всегда у вас какой-то доход будет. Всегда. Так вот, берете вы намайненную криптовалюту и продаете в сделках. И сейчас за тысячу наших рекаренсий можно взять чуть меньше 5000 российских рублей. Если в евро, в майнинг сторожа, соответственно, в евро. 500, по-моему, евро. Ориентировочно так, плюс-минус. Каждый день курсы немножко колеблется. Поэтому заходим и смотрим, что там у нас, какой курс на бирже. Дальше. 15-й денежный поток. Я его называю поток находчивости. Это тогда, когда мы хотим заработать на росте курса валют нашей криптовалюты и каренсии. Мы идем и на свободные денежные средства. Не знаю, допустим, на 1100 покупаем нашу криптовалюту и каренсии. Я еще раз повторюсь. Если бы вы купили на миллион и каренсии в начале этого года, когда она стоила около рубля, плюс-минус, и продали бы сейчас за 5 рублей, то вы с миллиона бы заработали, из миллиона превратили в 5 миллионов, заработали 4 миллиона таким образом. За полгода. Это сколько процентов? Это x4, x5. Поэтому это называется денежный поток находчивости. Кто-то, кто может видеть перспективу развития нашего сообщества, тот может не щелкать клювом и иметь тоже такие шикарные доходы, продавая, покупая нашу криптовалюту и каренсии на внутренней бирже. Вот, наша и каренсии выведена на биржу Stex. Это небольшая биржа, где можно ее покупать, продавать за биткоин. Дальше она у нас торгуется на биржах наших внутренних, наших криптовалютных платежных сервисов. Почему так сделано? Сделано это таким образом, чтобы внешний мир не влиял своими спекулятивными моментами на резкую цену и каренсию. Понимаете, что если сейчас, допустим, мы вышли на Binance, поставили и каренсию в листинг, и зашел какой-нибудь кит, и сразу закупил на 500 миллионов долларов, вы же понимаете, что валюта сразу резко пойдет в цене, и вы даже не сможете подтягивать ее к своим кабинетам. Чтобы таких моментов не случалось, мы не выводим нашу криптовалютную систему во внешний мир на крупные биржи, понимая, что крупные биржи, там идет большой крупный лохотрон по-хорошему. Вот. Биржи – это как казино. Вот всегда поймите, биржи – это казино. Выигрывает только хозяин казино и хозяин биржи. И сейчас на биржах торгует искусственный интеллект. Как правило, там киты – основные хозяева, можно сказать, это финансово-денежные системы, начиная с ФРС США, в которой мы живем. Но у них искусственный интеллект торгует полностью вашими сделками. И как вы считаете, искусственный интеллект этих банковских картелей можно обсчитать, победить с помощью ручного торговли, либо какими-то даже маленькими роботами. Это маловероятно. В любом случае, слив вашего депозита намного больше по вероятности, чем вы сможете заработать на любой бирже. Вот. Если только в долгосрок вы будете там где-то играть, тогда вероятность у вас, возможно, будет больше. Что вы будете сидеть в позиции до такого момента, но это просто очень дорого сидеть в позиции. Вы постоянно будете платить комиссию, долго сидя в позиции и выжидая роста соответствующего курса. Дальше. 16-й денежный поток, друзья мои. Бьем рекорды. Вот у меня было видео 15 денежных потоков. Сейчас их стало больше. 16-й денежный поток – это наша внутренняя валюта. CF рубли, CF доллары, CF евро. Это конкретно наша внутренняя валюта. Если рубли на сберкассе – это не наша внутренняя валюта. Это внешняя валюта. Эта валюта доступна всем жителям планеты Земля. Так же, как все кошельки на сберкассе, либо в Монисторже. То у нашего проекта есть реально внутренняя валюта. Но она используется только в определенной цели. Она не используется как платежное средство. Она используется как ускоритель ваших денежных потоков. Это кэшфло рубли, кэшфло доллары, кэшфло евро. Евро используем на европлатформе, рубли у нас, а доллары – это универсально. Она конвертируется и туда, и туда. Вот. Это ускоритель роста ваших денежных потоков. Часто бывает так, что у нас происходят хорошие акции. Тогда, когда наш фон может нас побаловать, он нас балует. И часто цифрубли участвуют в этих акциях. Вы можете активировать себе вкладочку цифрубли в вашем кабинете и использовать эти цифрубли, предварительно приобретя их за икаренси на Монисторже и прогнав через старый сайт в ваш кабинет, вы можете использовать эти цифрубли для ускорения ваших потоков. Сейчас, на данный момент выхода этого видео, условия такие использования цифрублей. Вы можете открыть поток с помощью цифрублей при условии, что вам начислены реферальные бонусы. То есть у вас открывается лимит в 100% ваших реферальных бонусов. Допустим, ваш участник зашел на 100 тысяч рублей, не знаю, пускай в растущий поток. У вас реферальный бонус 7 тысяч рублей. Вы заранее купили цифрублеры, прогнали через старый сайт себе на поток кэш, и у вас активировалась вкладочка еще цифрубли. И в этой вкладочке у вас там, допустим, 20 тысяч цифрублей. Так вот, заходит ваш реферал с вашей первой линии, и 7% вам начисляется реферальный бонус по нашей реферальной программе со 100 тысяч рублей. Это 7 тысяч рублей. И вам открывается сразу же лимит, лимит также на 7 тысяч рублей использования в цифрублях. То есть вы можете 7 тысяч рублей в цифрублях этот лимит подтянуть к своему же потоку растущему, который у вас уже имеется. Вот, таким вот образом наращивая ваш оборот. Поэтому используйте эту шикарную возможность. С вопросами обращаемся к вашим лидерам индивидуально. Вам будет все рассказывать, показывать детально, технически. Поэтому все вопросы обращайтесь к вашим лидерам и пригласителям. Дальше, 17-й денежный поток. Мой любимый денежный поток, о котором я всегда говорю, это денежный поток свободы. Либо денежный поток от вашего собственного любимого дела. Тогда, когда вы уже придете через, как правило, показывает опыт ориентировочно около года. И вы приходите к свободной жизни. Многие задумываются в этот момент о смене работы. Кто-то задумывается в этот момент о том, что надо поменять сферу деятельности. Кто-то задумывается в этот момент о перестройке своей жизни. Очень ценности серьезно меняются. Тогда, когда вы избавились от гнета денег в вашей жизни, у вас будет глобальная перестройка ценностей. Потому что вы уже будете жить не из состояния нужды, а вы будете жить из состояния свободы. Не из состояния надо, а вы будете жить из состояния я хочу. А это совершенно другая жизнь. Это совершенно жизнь, которая кардинально отличается от состояния я должен и я надо. Поэтому в этот момент времени у вас происходит глобальная перестройка. И вы начинаете плавно, медленно себе разрешать баловать себя. И многие меняют свою сферу деятельности, меняют свою деятельность. Кто-то начинает уделять больше времени семье. Кто-то создает свое любимое дело, допустим, работал на заводе шахтером, а он мечтает создать мастерскую какую-то. У него золотые руки и он любит творить очень интересные вещи. Кто-то, допустим, наоборот, работал где-то там врачом в больнице, а хотел быть косметологом. Он открывает свой косметический кабинет. Кто-то мечтал написать книгу, начинает писать книгу. Кто-то начинает заниматься путешествием, блогингом. Кто-то еще чем-то начинает. То есть каждый у нас человек начинает менять свою жизнь к лучшему. И вот в этот момент времени, друзья мои, услышьте меня. В этот момент времени о вас люди будут говорить, это человек от Бога. Этот человек от Бога косметолог, этот человек от Бога мастер, этот человек от Бога врач, этот человек от Бога, не знаю, там, блогер, этот человек от Бога делает свое любимое дело. Вот здесь кроется неиссякаемый денежный поток, потому что люди к вам будут идти просто потому, что вы занимаетесь своим любимым делом не из-за денег, а из-за того, что это вам просто нравится. А наш фонд всегда вам даст денег в том количестве, в котором вы захотите их взять. Для чего же создан наш фонд? На 17 потоке мы с вами закончим. Надеюсь, у нас количество потоков будет, конечно же, расти, но вы хотя бы это освоите, и то, слава богу, будет. Вот, поэтому на 17 потоке мы закончим. Хочу немножко сказать еще раз, опережая, может, где-то ваши вопросы, пару моментов о нашем сообществе, нашем фонде. Для чего он создан? Наш фонд создан для того, чтобы деньги у вас были всегда. Для того, чтобы система, вот эта вот эмиссия, распределение денег, на эмиссию и на распределение денег, где банковские картели распределяют денег в рынок, мы никак не можем повлиять. А вот в рынке, где перераспределение, мы можем уже повлиять. Вот здесь и в этой зоне и работает наш, как говорится, фонд. Мы используем эволюционно выработанные инструменты, алгоритмы, модели наших денежных потоков, которые работают очень надежно, которые протестированы на участниках своих за многие долгие годы. Вот. Это инструменты очень надежные. В то же время они дают шикарную, хорошую доходность. Вот. Наш фонд создан Дмитрием Васадиным для того, чтобы деньги у вас были всегда. Фонд создан для одной простой причины. Высвободите вас от денежной зависимости, потому что человек начнет жить по-настоящему свободная жизнь только тогда, когда гнет денег. Вопрос этот в голове, где взять деньги, у него исчезнет полностью. Тогда человек становится счастливым, свободным и начинает идти своим путем. Вот этот момент очень важный. Я очень хочу пожелать всем вам, дорогие участники сегодняшнего созвона, о том, что вы дошли бы до этого состояния и начали жить своей жизнью, своей полной, насыщенной, яркой жизнью и пошли своим путем. Ответили на вопросы, кто я, куда я иду, для чего я родился, какие мои таланты. Это базовые вопросы, на которые нужно ответить с детства каждому человеку. Но многие, уже дойдя до пожилого возраста, до сих пор даже не могут на них ответить, потому что они даже их себе не задают. Вот. Поэтому наш фонд немножко будит людей, заставляет их раскрыть глаза и начать жить. Все проекты в интернете, большинство, вернее, из них рассчитаны для того, чтобы заработать деньги. И причем кому? Владельцам, учредителям, соответственно, тем, кто создали эти проекты для того, чтобы срубить, грубо говоря, бабло. Все матричные проекты, всевозможные, не знаю, пирамидального плана. У нас совершенно все по-другому. У нас нет верхов. Мы полностью разрушили пирамидальную систему. У нас нет верхов, у нас нет низов, у нас одноранговая сеть. Либо мы все получаем, либо никто не получает. Это внимание. Запишите еще раз. У нас либо все получают, либо никто не получает. Вот. Вот этот момент очень важен. Поэтому мы все заинтересованы получать из нашего фонда. Неважно, кто ты. Лидер, куратор, даже основатель, либо просто новичок, пришедший вчера буквально. Либо все получают, либо никто. Я привожу постоянно пример. Тогда, когда мы, допустим, идем в поход, да, и каждый берет с собой там какой-то продукты питания. Потом вместе мы это все скидываем, себе большой чан, то и начинаем варить общую похлебку, да, такой суп куху. Кто-то там рыбку пошел, словил. И каждому потом накладываем по тарелочке, чтобы все как бы наелись. Кто-то там добавочку без проблем. Вот. И поэтому мы все садимся вокруг этого костра и все начинаем как бы эту праздничную трапезу. Вот. Это называется день вывода средств. Но с быстрых потоков вы можете иметь средства каждый день. Вот. Поэтому у нас одноранговая сеть. У нас нет ни верхов, ни низов. У нас нет обязательного приглашения. Поэтому у нас реальный пассивный денежный доход. Хотите, приглашайте. Фонд вас отблагодарит и очень даже солидно. Не хотите, не приглашайте. У нас есть участники, которые зарабатывают миллионы, миллионы, друзья мои, и никого не пригласили. Вот. Они просто развивают свои денежные потоки, крутя своими деньгами. Таким вот образом. Используя нашу криптовалюту и каренси в том числе. Поэтому такие примеры у нас тоже есть. И они реально меняют свою жизнь, достраивают дома, покупают машины, квартиры. И это есть у нас. Поэтому у нас не матрица, где надо звать, как говорится, сюда, для того, чтобы кинуть всех нижних участников. То есть получат только серые админы, которых никто никогда не видел и не увидят никогда. И вот это горстка сетевиков, которые наверху пирамиды, а все остальные. Дай бог, узкая прослойка средних участков в середине пирамиды выйдет в ноль. А вот эта вот часть основная, конечно же, они никогда не увидят выплаты денежных средств. Здесь же у нас вы сегодня можете создать денежный поток. Сегодня можете подтянуть криптовалюту и каренси. Сегодня нажать кнопку начисления и сегодня же вывести деньги в ваш криптовалютный платежный сервис Сберкасса. Уже сегодня, прямо сейчас вы можете связаться с вашим пригласителем и уже сегодня получить первую прибыль. У нас это возможно, потому что мы уже большие. Мы переросли все подростковые ломки и мы уже вышли на долгий путь взрослой жизни. Поэтому присоединяйтесь те, кто еще не с нами, используйте эти шикарные возможности в этих эволюционно выработанных инструментах и где все по справедливости, где все по свободе, где нет никаких штрафов, где нет никаких наказаний, где собрались свободные люди для того, чтобы помогать друг другу менять качество жизни. Мы очень настоятельно не то чтобы рекомендуем, даже заставляем на первых этапах выводить денежные средства и тратить на себя, потому что многие участники у нас любят заигрываться в цифры. Но фонд создан не для того, чтобы вы крутили этими цифрами на экране компьютера, а для того, чтобы вы меняли свою жизнь к лучшему. Для того, чтобы вы пошли и купили хотя бы даже продукты, вывели там тысячу, две, три, пошли продукты и вашей семье и сказали, это деньги с фонда. Я купил вот эти продукты своей семье на день, выведенные из фонда и это дорогого стоит. Начните с этого и дальше у вас будет все и у вас будут миллионы, если вы этого захотите. Вот в трех словах, фонд создан для того, чтобы грамотно, справедливо деньги вам дать, дать, чтобы деньги у вас были всегда, потому что только после этого начинается все настоящее. И наш фонд это всего лишь одна маленькая ступенька в большом мире, который строит Дмитрий Васатин, потому что пять лет он только думал и причем он создал всю систему. А вот наш фонд это маленькая часть первой системы для того, чтобы выйти в полностью свою внутреннюю экономику, понимаете, да? Это внутреннее, по сути, можно сказать, государство, внутренняя экономика, полностью децентрализованных людей по всему миру, которые могут, помогая друг другу, дистанционно менять жизнь к лучшему. Шикарнейшая идея, кажется утопической, но вот уже 11 год она шикарно работает. Так, мои друзья, хочу услышать ваши вопросы, еще давайте 10-15 минут, я с удовольствием послушаю ваши вопросы, отвечу. Знаете, что они нам придумывают? Они нам придумывают по 156 статье одностороннюю сделку. В силу закона я не смогу сопротивляться, потому что когда мы читаем закон о Центробанке, то мы читаем и в Конституции, и в законе о Центробанке. Центробанк не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам Центробанка. Понимаете, что это государство в государстве? Вот сейчас, конечно, красиво пели, но, извините, дураки поверят, те, у кого есть мозги, не поверят никогда. Она говорила о том, что это сделано ради людей, а люди это просят? Нет. А вы знаете, что такое система CBDC, в которую встраивается цифровой рубль? 125 стран, которые сейчас соревнуются между собой, кто быстрее ведет эту цифровую денежную единицу. У нас, можно сказать, в авангарде сейчас юань, но юань, извините, это страна, которая сейчас уже вводит электронного прокурора в судебных заседаниях. Мало кто об этом знает. Колумбия, Китай, они идут по пути внедрения уже системы судоустройства цифрового с присутствием искусственного интеллекта. Так вот, я рассказываю, что такое система CBDC. CBDC – это вам выдают карточку, по этой карточке вам отсыпят денег, чтобы вам хватило на пайку хлеба, на плошку тарелки и на то, чтобы вы не сдохли. Вам просто будут давать вот эти копейки, каждый ваш шаг и каждую вашу трату будут отслеживать. Мало того, электронная карта, на которую будут поступать деньги, электронный кошелек так называемый, он будет в ночное время заблокирован. Когда она сказала, что коммерческие банки будут встроены, она лжет. Почему она лжет? Потому что сейчас по тому проекту федерального закона, который они внесли в Государственную Думу, там регулятором является Центробанк, оператором является Центробанк. И в законе написано ужасно, что механизм введения в действие будет осуществлять только Центробанк. Как вам? Какая тут судебная система? Какая тут система правоохранительных органов? Мы просто все отметаемся. Дальше я, как юрист, могу сказать следующее. Положим, происходит ситуация с золотой записью. Об этом говорят все специалисты по кибербезопасности. Есть замечательный специалист Масалович Андрей Игоревич. Он рассказал, что такое золотая запись. Это мой дублер, аватар, который располагает всеми двадцатизначными параметрами, которые мне дают в идентификаторе. То есть идентификатор мой, как дублер, попадает на платформу банка. Мне открывается, естественно, линия, уже денежная линия. Мне дается кошелек. Мне присваивается номер двадцатизначный, который, естественно, сохраняется. И монополия имеет только Центробанк на мой личный номер, идентификатор. Дальше на платформе привязывается к ID-паспорту. И вот регулятором является вот этой системой только Центробанк и никто больше. И вот представьте себе, я как физическое лицо, получив такой идентификатор, получив электронную подпись, моя электронная подпись, она не закрыта. И ее, естественно, Центробанк тоже получает вместе со всеми моими данными. И вот составляют, например, создается дубль номер Марина Александровна 2, мой аватар, мой дублер, который от моего имени совершает любые имущественные сделки. Если я пойду в суд, я не смогу выиграть. Почему? Потому что не созданы, первое, составы, события. У нас уголовный кодекс, есть мошенничество. А что-нибудь есть по мошенничеству с цифровым рублем? Ничего. И вот сейчас я вам могу сказать, почему Крашенинников в этом не участвует. Я его знаю, Павла Крашенинникова. Я работала в Государственной Думе, в том числе, уже помощником, будучи на пенсии. Потому что имя честного правоведа для него, наверное, важно. Вот его комитет, он является соисполнителем. Но Крашенинникова в числе внесенных, в числе перечисленных депутатов, которые вносили этот закон, Крашенинникова нет. Потому что он дорожит своим честным именем юриста. Понимаете ли это или нет? И вот сейчас я задаю опять вопрос юристам. Ну где же вы, юристы? Ну почему же вы все молчите? Почему? У меня, честно говоря, сердце рвется. И я думаю, почему сейчас мы сейчас оказались? Да, я глотку деру на всех встречах. И говорю, ну проснитесь, ну пожалуйста. И когда я звоню своим коллегам, я говорю, что там, уснули что ли? Они нам говорят, а нам вот здесь посыпано читать и комментировать. А вот здесь запрещено. Вот и все. Мы хотим доработать до пенсии. Вот так сейчас себя ведут юристы. Значит, если мы сейчас допустим, что цифровой рубль будет введен в нашей стране, считайте, что мы продались нашим врагам. За печенье и за бочку варенья. Варенья. Спасибо.